Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! Вы смотрите новости на ОТВ в студии Олеся Кенфеева. И сегодня главная тема выпуска. В Серпухове отметили годовщину начала контрнаступления битвы под Москвой. Не укладываются в сроки, нарушая условия контрактов. В администрации прошло совещание с подрядчиками. Все тайное становится явным. В городе снова заговорили о разработке песчаного карьера у стен Высоцкого монастыря. 5 декабря в России отмечают годовщину начала контрнаступления битвы под Москвой. В Серпухове митинги памяти прошли на Соборной горе и площади Слава. В них приняли участие глава муниципалитета и его заместители, депутаты городского округа, представители духовенства, курсанты и школьники. В 11 часов тишину на Соборной горе нарушают звуки выстрелов. Залпы звучат в честь памятной даты. С момента начала контрнаступления советских войск под Москвой прошло 76 лет. Глава города, сотрудники администрации, школьники и педагоги, курсанты и представители общественных организаций возлагают цветы к памятнику и вечному огню на Соборной горе. Затем каждому гостю от имени администрации Серпухова вручают патриотический журнал «Воинская доблесть». Я считаю, что такие митинги надо проводить, так как школьники запоминают эти даты и помнят, что для нас сделаны наши предки. Нужно не только посещать митинги, посвященные памятным датам, но и читать книги о Великой Отечественной войне, считают школьники. Все доносит хорошо. И то, и то. Но, конечно, книги лучше, потому что это главный сотник знаний. Что именно помогает память сохранить, как вам кажется? Как раз-таки наше образование в школе и вот эти вот книги, которые нас заставляют читать. Ну, я считаю, что это довольно нужно помнить своих тех, кто за нас заступался, кто подарил нам будущее. Митинг прошел и в центре города, на площади Славы. Здесь собрались и дети, и горожане среднего возраста, и ветераны. Николай Козлов попал на фронт в сентябре 1941 года в полк 119-й стрелковой дивизии. Он помнит, какой была та суровая зима первого года войны. Все боялись, что Москву мы заберут, так, вот немец возьмет. А когда погнали немцы, настроение было всех отличное. А вы прямо помните этот день даже в 1941-м? Ну, а как же не помню. Я же был молодым парнем, молоденьким. Я был добровольно, ушел на защиту Москвы в 1941 году. Страшновато было, но старички нас поддерживали. К вечному огню у стелы город-воинской доблести в честь памятной даты возложили огромное количество цветов. Желающих отдать дань памяти героям оказалось довольно много. Не укладываются в сроки, нарушая условия контрактов. Сегодня в администрации руководители компаний, которые занимаются благоустройством и ремонтом городских объектов, не только отчитались о результатах своей работы, но и объяснили причины отставания от графика. 13 дворовых территорий заасфальтированы. В одном из дворов так и не приступили к обустройству парковки. Подрядчик ссылается на возникшие финансовые трудности и несколько недель только обещает начать. Администрация уже направила претензии организации, чтобы расторгнуть договорные отношения. Другая фирма, которая выиграла контракт на благоустройство до 15 парковок, не выполняет контракт по объективным причинам. Не приступали к пяти объектам, но там жители отказались. И сейчас мы собираем протоколы, чтобы было основание для исключения из контракта. То есть у нас Подольская 101, часть жителей не хочет, часть не хочет. Но та, которая не хочет, оказалась значительно активнее, поэтому были вынуждены работать, прекратить. Установка автобусных павильонов идет тоже в разрез графика. У вашего партнера, который стекла производит, вы-то понимаете, что металлоконструкцию вы произведете. А что со стеклами? С стеклами это ваш партнер. Бывает сборник, стеклу тоже где-то закупают, то ли в Белоруссии, то ли где-то. Преобразятся храмы городской театр. Там, где производили монтаж оборудования по подсветке архитектурных объектов, работы завершаются. Храм Всех Святых находится на стадии завершения. Все объекты включаются в тестовом режиме для регулировки светового оборудования. И далее продолжаются работы по установке светового оборудования на двух последних объектах. Это историко-художественные музеи и музыкально-драматический театр. Но там были объективные причины, проводились какие-то мероприятия городские, и не было возможности выходить на объекты. Но сегодня уже все можно, так, да? И к субботе уже там практически. Реализация программы «Светлый город» продолжается. Претензий у администрации к подрядчикам практически нет. Современное уличное освещение должно появиться до 15 декабря. На Джонарида, Лермонтово, Центральный. Там сейчас завершается установка закладных для опор. А вот ремонт в детском саду номер два вызывает массу вопросов у комитета по образованию. Хотя на объекте сегодня трудится более 40 строителей. План не выполняется. Есть, где еще идет оштукатуривание стен, выравнивание стен. То есть, вот разные вообще степени готовности. Очень нас это беспокоит, потому что даже проговоренный предварительно срок 10 декабря, он вызывает очень большие у меня сомнения. Администрация усилит контроль за ходом выполнения данного контракта. В администрацию Серпухова поступило письмо от районного отдела судебных приставов с предложением осуществить финансирование сноса самовольно возведенной постройки. Речь идет о медицинском центре на Северном шоссе. Почему объект необходимо снести и какую опасность он несет посетителям, узнавала Ирина Баракина. Напомним, в 2010 году предприниматель Василий Стрельников заключил договор с администрацией Серпухова. Предприимчивый бизнесмен взял в аренду земельный участок на Северном шоссе под строительство торгового павильона. Но вместо палатки на этом месте почему-то появился из ниоткуда четырехэтажный медицинский центр. И собственник самостроя занялся незаконным извлечением прибыли, не думая об оформлении необходимых документов. Узаконить здание он решил только в конце 2014-го. Однако ничего не вышло. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию можно только в том случае, когда соблюдены все требования законодательства. Но и это Стрельникова не остановило. Предприниматель подал иск в арбитражный суд Московской области о признании права собственности. Суд обязал снести здание в течение 10 дней. Бизнесмен решение суда не исполнил. И в ноябре 2016-го обратился с апелляционной жалобой. Кроме этого, горе-предприниматель строчит письма во всевозможные инстанции. При этом сам забывает соблюдать закон. У Медпрестижа уже были две проверки. В начале года и в сентябре сигнализация, пути эвакуации, противопожарная безопасность. Сотрудники пожарного надзора выявили сразу несколько серьезных нарушений. Многочисленные штрафы и предписания, видимо, никак не повлияли на Стрельникова. Зачастую коммерческие интересы встают на первое место в тот момент, когда в первую очередь нужно думать о людях. Жители, приходя лечиться, рискуют своей жизнью. А если произойдет возгорание или короткое замыкание, что тогда? Объект изначально проблемный. Почему сразу нельзя все было сделать по закону, по всем нормам техники безопасности? В настоящее время в администрацию поступило обращение судебного пристава с просьбой оказать содействие в виде финансирования принудительных мер исполнения данного решения суда в виде сноса. Данные денежные средства, которые будут потрачены на финансирование данных мер, потом будут взысканы с собственника самовольной постройки в судебном порядке. Все тайное становится явным. Последнее время в Серпухове опять заговорили о разработке песчаного карьера у стен Босоцкого монастыря. Поводом для этого стала заявка от ООО «Капитал плюс» Министерства экологии Московской области о предоставлении права на разработку недр для добычи полезных ископаемых. Учредители компаний – лица, известные своими скандальными историями с незаконной продажей земли. Начиная с 2010 года фирма пытается открыть предприятие, на котором можно сделать огромный капитал. Руководитель местного медиахолдинга Сергей Сметанкин убежден, что реализовать мечту настойчивым инвесторам помогает сам глава Серпуховского района. Разоблачение местного продоруба Сергея Сметанкина опять будоражит общественность Серпухова. Сначала материалы об очередной попытке предприимчивых дельцов открыть предприятие, которое может нанести непоправимый ущерб экологии региона, журналист выставляет на новостном портале. Потом выносит их на обсуждение членов общественной палаты Серпухова. Попали в редакцию такие документы о намерениях общества с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс» генеральным директором, который является Самсонов Сергей Владимирович, в разработке карьера на продолжении улицы Калужской возле стен Высоцкого монастыря и почти граничащие с нашими очистными сооружениями. В документах, которые я вам представил, к нам в руки попала переписка, в которой очень четко заявляется о том, что «Капитал Плюс» подало заявки в Министерство экологии на разработку этакого карьера. Разработка песчаного карьера «Золотое дно» – предприятие, на котором можно сделать огромный капитал. Мечта об этом не покидает местных остапов-бендеров уже не первый год. Оказывается, еще в 2013-м Дейв и Самсонов, главные латифундисты Серпуховского района, бывшие грузчики магазина «Браво», пытались создать самый большой карьер в истории региона. И только решение суда тогда остановило этот проект века. Но уже спустя 4 года, возможно, чувствуя поддержку руководства Серпуховского района, вышеназванные бизнесмены опять предприняли попытку нажиться. И им не важно, что разработка карьеры в охранной зоне грозит региону экологической катастрофой. Главное – выгода. Да, на самом деле, к нам в Министерство поступила заявка от организации «Капитал Плюс» для предоставления участников для добычи полезных ископаемых. Все заявки, которые поступают к нам в Министерство, они обязаны к рассмотрению. Пока вопрос относительно карьера решается наверху, общественники Серпухова единогласно проголосовали за то, чтобы направить письма о недопустимости разработки карьера на южной окраине Серпухова на имя губернатора, прокурора, в общественную палату области и в Минэкологии. Экологическая ситуация городского округа и так находится в достаточно тяжелом состоянии. Как уже сейчас было сказано, это приведет к обмелению реки, то, что и сейчас уже непосредственно происходит в постоянном режиме. Также мы говорим о том, что возрастет транспортная нагрузка на городской округ. Если там будет разрабатываться карьер, то у нас прямая угроза качества питьевой воды. Если недалеко от этого места, как раз через поле будет карьер, я представляю, насколько подпортится берег Нары. Он просто осядет, у нас Нары не будет. Своё твёрдое нет организации карьеру сказали и участники митинга в Принарском парке. Вот этот карьер, который собирается сегодня новой власти район устроить, приведёт к тому, что мы с вами не попить не сможем, не помыться, ничего сделать. Потому что я как географ говорю, мы с ребятами пишем научные работы, это пласт несущий, он просто превратится в помойку. Нет карьеру, потому что он испортит нашу жизнь в городе окончательно. Пока мы сейчас будем бороться со свалками, тихо, мирно, тут раз и разработают карьер. А в это время глава Серпуховского района заверяет, что угроза мнимая. В прямом эфире, который спешно потом был удалён, Александр Шестун заявил, что отказал в разработках у Приовска террасного заповедника, однако о карьере у стен Высоцкого монастыря комментария не дал. Жители надеются, что Министерство экологии и природопользования Московской области прислушаются к мнениям людей и преступным замыслам не дадут реализоваться. Поворот на 360 градусов. На стадионе труд открыли новую площадку для занятий воркаутом. Установленная по программе Московской области, она оборудована многочисленными современными тренажёрами и спортивными элементами. Несмотря на холодную погоду, там уже занимаются городские спортсмены. Не только брусья и турники, но ещё целый комплекс тренажёров на разные группы мышц. Всего более 15 различных спортивных элементов. Кроме того, специальное антитравматическое напольное покрытие. Новая площадка для воркаута оборудована в соответствии со всеми современными нормами. По государственной программе Московской области её установили на стадионе труд. И хотя здесь уже есть один уличный тренажёрный комплекс, второй был просто необходим. Площадка действительно была необходима, так как у нас на территории нашего стадиона находится ещё центр сдачи ГТО. Поэтому, в принципе, эта площадка позволяет сдать, не только заниматься простым жителям, и также сдать нормативы ГТО. Открытие новой площадки состоялось 1 декабря. Не обращая внимания на холодную погоду, здесь уже занимаются спортсмены. Артём порядка трёх лет увлекается воркаутом. Молодой человек уверен, благодаря тому, что в городе увеличивается количество площадок, силовая гимнастика становится всё более популярна. Спорт становится более доступным для каждого человека. Тот человек может выйти просто и во двор себе позаниматься. Всего в Серпухове 10 больших площадок для занятий силовой гимнастикой. Развитие спорта сейчас в приоритете. Для молодёжи готовят ещё один масштабный проект – новый скейтпарк на 800 квадратных метров. В преддверии новогодних праздников крупнейшие банки запускают сезонные предложения и поднимают ставки. Моя коллега Инна Шенина побывала в Серпуховском офисе Банка Возрождения. Им поинтересовалось, какие предложения он сделал своим клиентам. Серпуховский офис Банка Возрождения предлагает горожанам сделать праздничный вклад, который называется «Новогодний процент». Ставка в рублях по вкладу повышена. Кстати, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10 российских кредитных организациях в ноябре составила порядка 7%. Условия открытия нашего нового сезонного вклада «Новогодний процент» разработаны с учётом интересов всех вкладчиков. Он удобный, доступный и выгодный. И что немаловажно, он своевременный в преддверии новогодних праздников. Мы прогнозируем большую популярность нового продукта среди наших клиентов. Декабрь – месяц особенный. У кого-то скапливаются некоторые суммы на счету, кто-то получает премию, некоторые проводят крупные сделки, продают недвижимость или другое имущество. Хранить деньги лучше не в кобышке, а в банке. Надёжнее и экономичнее. Я давно обслуживаюсь в этом банке, очень довольна обслуживанием. А сейчас я видела просто рекламу, что сейчас у нас идёт такая акция о том, чтобы был новогодний вклад, и там процентная ставка 8,55. Поэтому меня это устраивает, во-первых, процентная ставка, а во-вторых, я могу разместить на любой срок, и там процентная ставка не меняется. Вклад можно открыть на 3, 6 и 12 месяцев. Каждый выбирает сам, что для него более предпочтительно. Зафиксировать максимальную ставку на больший срок или получить быстрые деньги, сняв вклад с процентами через 3 месяца. В случае досрочного расторжения депозита после 3 месяцев применяется льготная процентная ставка. Минимальная сумма размещения – 50 тысяч рублей. В валюте – 1000 долларов или евро. К каждому клиенту в банке у нас индивидуальный подход. У конкретного человека могут быть различные обстоятельства и потребности по срокам размещения вклада, возможности пополнения, либо частичного снятия. Мы всегда рады помочь подобрать наиболее выгодный и оптимальный вариант размещения средств. Открыть вклад можно в офисе банка, в личном кабинете платежного терминала или через интернет. Здесь можно предварительно рассчитать и свой будущий доход, используя калькулятор вклада. Эксперты по финансам утверждают, что сохранить и приумножить денежные средства можно именно благодаря сезонным предложениям. После праздников сезонные ставки по вкладам в кредитных организациях постепенно снижаются. И еще один совет от аналитиков. Доверять свои средства стоит банкам из топ-50. А Банк Возрождения, согласно статистике, уже много лет входит в топ-30 банков России. 1 декабря во Фрязино в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошли соревнования по настольному теннису специальной Олимпиады Московской области. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 16 муниципальных образований. Среди них команды Серпухова. Победителями и призерами наши ребята пока не стали, но получили ценный спортивный опыт и заряд положительных эмоций. На сегодня это все новости. Далее прогноз погоды в 21.20. Смотрите на нашем канале новый выпуск программы «Слово депутату». Отслеживайте свежую информацию на сайте otv.media.ru и на официальном сайте администрации города. А также во всех социальных сетях. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года. Компания «Партнерство» Субтитры создавал DimaTorzok